Россия, Россия моя! Руководитель администрации президента Сергей Кириенко высоко оценил организацию и формат проведения Студвесны, а также поблагодарил Российский союз молодежи губернатора Дмитрия Азарова за то, что фестиваль прошел в максимально открытом формате. Студвесна мне очень понравилась. Знаете, я считаю, что в этом действительно такая историческая справедливость, что через 30 лет Студвесна вернулась на свою родину историческую. Когда-то здесь на Самарской земле проходил первый фестиваль «Студенческая весна», и то, что 30-й прошел здесь же, я считаю, что это очень правильно. Ну и второе, он не просто вернулся на историческую родину, он вышел на такой совсем новый уровень. За время проведения фестиваля конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей, а фестивальные городки собрали вокруг себя аудиторию более 650 тысяч человек. Губернатор области Дмитрий Азаров отметил, что Самарская земля на эти дни была пропитана энергией молодежи, и все гости, уезжая, унесут с собой частичку самарской души. Колоссальный драйв на улице города. Мы действительно задумали, предложили, и спасибо, что нас Российский союз молодежи поддержал, чтобы, вот как Волга выходит из берегов по весне, так и Студвесна выплеснулась из помещения на улице города. И мы получили такой молодежный студенческий фестиваль. В орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители Самарскую, со всяком случае, все, кто этого хотел. Председатель Российского союза молодежи Павел Краснорусский рассказал, что эта Студвесна уникальна по количеству заявок на федеральный финал, а также отметил рекордное количество участников. За время фестиваля объединилась вся творческая и инициативная молодежь, но на этом Студвесна не заканчивается. Мы в этом году впервые проведем еще отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций. Мы считаем, что это крайне необходимо давать возможность такого федерального фестиваля именно для категории студентов профессиональных образовательных организаций. Мы в этом году впервые провели трек российской школьной весны. У нас в этом году ряд запланированных активностей, опять-таки приуроченных к юбилею Российской Тюменской весны. Во время церемонии закрытия были объявлены победители в направлении региональной программы. Третье место заняли делегации от Курганской, Воронежской, Нижегородской и Тюменской областей. Вторые места разделили между собой и Республика Башкортостан, Ярославская, Кимеровская и Саратовская область. Победителем в номинации региональные направления стала Республика Бурятия и Пермский край. Гран-при получила Самарская область. Участница фестиваля от Республики Башкортостан Гульнара Байгузина стала лауреатом второй степени в номинации эстрадное пение, авторская песня. Она уже опытная артистка, для нее это третья студвесна. Музыкой занимается с 7 лет, но по образованию будет филологом. Говорит, выступление на студвесне помогло ей лучше прочувствовать смысл своей песни. Эта песня на самом деле о том, что очень важно, несмотря на то, что тебя разделяют километры, важно добиваться своей мечты. Я думаю, что эта тема очень тесная и очень сильно перекликается со всеми студентами, потому что со всей России люди съезжаются сюда, в эпицентр студвесны, чтобы завоевать новые награды, чтобы показать себя, чтобы обрести новые возможности. И я очень рада, что являюсь частью этого прекрасного мероприятия. В общем зачете по итогам решения жюри третье место занял Пермский край, второе – Самарская область, и победителем стал Красноярский край. Высшую награду в общем зачете получила Саратовская область. Участник команды из Саратова Вячеслав Архипов на глазах тысячной аудитории сделал предложение руки и сердца своей девушки Диане. В завершении программы на сцене выступил хедлайнер вечера группы The Hatters. Максим Магомедов, Константин Головин. События.